Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Не понадобятся. Еще немного. Давай за мной. Имя ребенку дали? Да нет. Это зря. Имена сильные магические печати. Это здесь. Отличное ты место выбрал. Да оставь ты меня уже. Я сука знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Егоша вышел на охоту. Смотри! Назад. Назад. Продолжение следует... 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 Что ты видел в начале? Вороже видел барона и госпожу Анну. Они ссорились. Он не хотел, чтобы она уезжала, вцепился в нее, но вороже не чувствовал в нем зловы. Он поранил ее, и в крови ворожей почуял любовь. Грустную, измученную любовь. Я не до конца понял второе видение. У Анны был выкидыш. Всюду кровь. Ворожей чуял, что она страдает, и умер смертью ее дочери. Самым важным, мне кажется, третье видение. Они шли через лес. Обе ослабли, но по разным причинам. Обе знали, куда идут. Вроде говорил о каком-то войцахе. Я верно расслышал? Они думали про него с надеждой. А пророчество в конце. Ты повторил слова Этлины и задал мне вопрос. Ворожей не знает, о чем речь. Когда он вещает, говорят духи, а не ворожей. Этот войцах из твоего видения. Знаешь, кто это? Войцах. Войцах. В округе у нас двое войцахов. Один в больших сучьях живет. Годами из хаты не выходит. Говорят, что с сусликами кровь делят. И помнят те времена, когда на этих землях одни эльфы жили. А второй? Что-то сомневаюсь, что они искали помощи. Устали к нему любителя грызунов. Второй рыбак. Он с семьей живет у устья реки. В хате на отшибе. Мне уже пора. Спасибо за помощь. Ворожей не мог отказать. Человек хочет в жизни как лучше, но плохого не избежит. А тем, кому плохо, помогать нужно. Бывай здоров. И пусть хранят тебя боги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вперёд по два. Вперёд по два. Вперёд по два. Тебя звать Войцахом? Меня, сударь? Ну я ж ничего не сделал. Детками своими клянусь. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет двадцати. Её мать худощавая, под сорок. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей её отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и её мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфурте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах. У господина барона. Почему? Так он её лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их старой смлакурни. Привёл коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они всё не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но, наконец, они явились и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвёт. А вдобавок эти здоровущие птицы. Их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах свинела. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла её за руку. И я увидел, на ладонях у неё пылали знаки. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был. Перед барышней Тамарой. Три луны тому назад сын мой лежал в горячке. И мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала. Принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покатим. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать. Но жена мне сказала. Настал час войны и презрения. Час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить. Потому что кто стоит без дела, тот всё равно что зло творит. Ты женат на умной женщины. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Хорошо, и что было дальше? Стемнело ещё пуще. Словно кто все звёзды погасил. В одну минуту сверчки утихли. А из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошив. Я дух перевести не успел, как и счаще. Выскочило чудище. Чудище огромное, что твой сарай рогатая, и глаза горят, как раскалённые угли. Я-то думал конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму её в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышня Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но на счастье жена её отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскалённые, точно живым огнём светились. На кривоуховых топях я встретил женщину с пылающими знаками, вроде тех, о которых ты говоришь. Стало быть, это она и есть. Госпожа Анна. Боги. Она на кривоуховых топях. Там я её видел в последний раз. Ради всех богов на нашем свете. Теперь я понял, что за голос шептал в темноте. И что ты понял? Ведьмы её забрали. Должно быть, она с ними сговорилась, значится. Договор заключила. Потому они её отметили и забрали как свою. Спасибо тебе за помощь. А с тётенькой? Всё с ней будет хорошо. Я сделаю всё, что смогу. Субтитры. Всё с ней будет хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...